приветствую вас мои дорогие зрители с вами Лилия Донскова сегодня мы с вами сделаем тот самый макияж про который вы больше всего спрашиваете он такой эффектный с золотым переливом и с красивыми стрелками уже готово лицо я нанесла тон припудрилась делала коррекцию и немного румян ну и конечно сделала брови чтобы не тратить ваше время сейчас мы будем делать только макияж глаз и губ ну что поехали итак первым делом я беру кремовые румяна в стике и использую их как базу под сухие тени наношу обильно не экономлю то что этот красивейший просто цвет шиммером он даст замечательную подсветку потом из-под теней и тени будут выглядеть объемные отлично зафиксируется на глазах на веках я использую золотой оттенок сейчас их нельзя купить именно этот цвет вы выбираете из каталога те цвета которые вот идентичны то есть что-то с золотым золотым потоном далее беру яркий яркий цвет такой рыжий красный не бойтесь ярких оттенков они сначала смотрятся как бы вызывающе но когда мы завершим макияж стрелкой ресницами густыми то это будет смотреться очень гармонично не бойтесь экспериментировать смотрите я ношу тени золотистые прямо на серединку века а яркие на внешний угол под уголочком используйте для этого скошенную кисть самый удобный вариант далее два карандаша для век это стойкие тени карандаши самым светленьким хрусталиком я вывожу внутренние уголочки сверху и снизу а уже темным оттенком кофе можно взять бронзу я подвожу не в нижних ресничках прокрашиваю тенями и фиксирую затем сухими тенями использую оттенок благородный серый можно взять какой-то зеленоватый оттенок то есть что-то нейтральное не слишком яркое просто чтобы подчеркнуть форму глаз и сделать глаза более выразительными и большими то есть это будет светло и прозрачно только для того чтобы оттенить и сделать глаз красивым большим а самым светлым нюдовым оттенком бежевым это тоже тени рейфел я делаю растушевку края то есть я прокрашиваю от бровей получается от бровей и за растушевываю край теней чтобы они были не слишком резкими переходы а вливались в общую картину то что все это смотрелось так гармонично нежно и немножечко растушевываю границы теней золотистых и рыжих далее я беру жидкую подводку giordani gold и прокрашиваю тонкую стрелку полностью прокрывая все века и увожу кончик вверх то здесь очень важно найти свою форму стрелки чтобы смотрелось красиво самое главное чтобы глаз не был опущен вниз то есть если вы стрелку ведете слишком низко то будут грустные глаза если вы стрелку прокрасите чуть вверх то получится выразительный открытый и очень такой эффектный взгляд главное чтобы линии были плавные учитесь владеть кистью подводки то есть держите и пробуйте по-разному держать в руках чтобы чтобы она была гармонична стрелочка и сравнивайте стрелки друг с другом если вдруг получается немножечко что-то неровно не переживайте все равно этого никто не заметит потому что вы сейчас еще выровнять все потушуете тенями с ресницы накрасим и все это будет уже припрятана так хорошо вот видите я прям кисточка я не стала набирать теней в ней немножечко остаточки есть я легкими легкими прикосновениями сглаживают этот черноту немножко приглушаю и делаю стрелку не такую яркую беру тонкую тонкую кисточку и жидкий хайлайтер и прокрашиваю небольшую стрелочку сверху над черной стрелкой это тоже дает такой красивый блик на веки и взгляд получается еще такой более игривый немножечко бывает такое что подводка отпечатывается на ресничках в этом случае нужно ее проконтролировать и снять ресничек потому что когда будем красить ресницы тушь не сможет распределиться равномерно хайлайтером я также прохожусь по тем точкам как обычно мы выделяем лицо делаем его более выразительным немножко над губой носик вот это вот то есть вы смотрите где вам красиво далее я беру тушь и уже прокрашиваю тщательно 2-3 слоя ресницы очень важно первый слой сделать с максимально близким подходом к началу роста ресниц к основанию ресничек чтобы когда смотришь сверху не было видно пробела это можно сделать только на первом слое поэтому весь акцент мы делаем именно на то чтобы вот основу ресничек прокрасить а наращивать уже будем на втором слое не забывайте про нижние ресницы даже если они не очень густые или очень густые длинные легкую легкую тень можно все равно дать на реснички потому что это будет смотреться завершенным всегда следите чтобы у вас были плавные переходы не было резких границ все растушевывайте распределяйте тушь на ресничках чтобы она красиво лежала не склеивала ресницы если вы специально этого не хотите делать потому что есть такой вариант когда мы красит ресницы специально склеивая их пучками это тоже выглядит достаточно забавно но это красиво смотрится на юных девушках если макияж глаз завершён на осматриваете внимательно себя еще раз в зеркало двигая глазками то есть под разным углом проверяет чтобы все было красиво вот я решила накрасить третий слой немножечко на кончике чтобы больше поднять ресницы взгляд сделать более распахнутым опять же вы смотрите какая у вас тушь если она ложится тонко эластично то можно делать три слоя далее я наношу контурный карандаш для губ giordani gold оттенок маг даже я буду делать яркие губы используя новую помаду контур я делаю аккуратненько не не торопясь потому что всегда можно добавить труднее убирать поэтому я потихонечку добавляют толщину ширину сравниваю чтобы было красиво равномерно и симметрично максимально симметрично потому что нас лица все асимметричные поэтому если будет небольшая такая неточность ничего страшного но с помощью карандашей и помады мы можем выровнять губы и наношу один слой помаду новую матовую стойкую помаду ультрафикс ей нужно дать сфиксироваться на губах 10 минут итак макияж готов последний штрих это была помада стойкая супер матовая ультрафикс серии the one мне очень нравится эта новинка выписала себе даже еще 2 новеньких более светлых оттенков чтобы каждый день ими пользоваться жду с нетерпением итак вот такой простой легкий быстрый макияж использовала я всего три оттенка теней я вам все рассказала показала повторите сделайте такой же макияж и ходите с ним с огромным удовольствием потому что когда красивые выразительные глаза очерчены тонкой стрелкой распушенными ресничками согласитесь такой взгляд становится более такой притягательный выразительный и игривый ну и конечно такой макияж можно носить и на каждый день не обязательно это на выход нужно просто более сделать светлую помаду и стрелки не такие длинные то есть чуть покороче стрелки и уже получается такой дневной макияж можно делать без стрелок только ресницы тогда получится просто очень нежный золотистый осенний макияж желаю вам всем красоты и молодости и любви будьте счастливы если мое видео вам полезно ставьте лайк и до новых встреч на моем канале всего доброго пока 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 пока